Потрясение для слушателей и зрителей, потери для коллег и всей журналистики. Внезапная смерть Сергея Доренко. В сухих сводках новостных лент двигался на мотоцикле, стало плохо с сердцем, потерял управление и вылетел навстречу. Но для российских телеэкранов и радиоэфира он был одним из самых ярких, неоднозначных, но безусловно талантливых журналистов. Илья Канавин продолжит. Здравствуй, великий город! Это всегда гром в эфире, магнетический и дискомфортный. Что они недостаточно хорошо выглядят в репортажах журналистов, и, следовательно, виноваты журналисты. Это о политике. Впрочем, к своим зрителям-слушателям он относился также небережно, проходясь по всем будто рашпилям, когда считал этот рашпиль правдой. Это же ладненько, и складненько, и клёво, и никому не мешает. Это ковалось, закалялось в новостях. Внутри него всегда был репортёрский реактор, бунтующий, даже когда Доренко стал большим телевизионным начальником. Здравствуйте, мы в Грозном, на площади Минутка. Я всегда воспринимал его как ярчайшим представителем такой жёсткой журналистики, такого неколебимого, крепкого парня и журналиста. 90-е. Жёсткое время, жёсткая журналистика, войны явные и тайные. Политические цунами, сметавшие одни элиты и возносившие другие. Доренко в этих цунами, как рыба в воде. Это коробка из-под ксерокса. Я всё храню здесь. Ваучеры там. Так, 500 тысяч ты влезет сюда, я думаю. Я никогда не носил. Мы всегда находили с ним общий язык, несмотря на то, что он был очень дерзким. И мне всегда это нравилось. Но я понимал, что такова его суть журналиста. Оппоненты упрекали его в связях с олигархами. Доренко против Лужкова и Примакова во время самой драматической предвыборной кампании нашей страны. Бил наотмашь, без оглядки. Именно в этой операционной делали операцию Евгению Примакову. И именно здесь ему, по-видимому, придётся сделать вторую операцию. Мы тогда к такому не были не то что привычны. Готовы. Анатомические подробности в общенациональном эфире. Шоп. На рейтинг Примакова рушится, и Доренко получает неофициальный титул «Информационный киллер», которым не гордился, но и не стеснялся. На обвинения в обслуживании чьих-то интересов отвечает одинаково. Делаю, что считаю нужным. Он работал на НТВ, на ОРТ, на ТВ-6, на Эхе Москвы, в испанской службе СНН, на радио «Говорит Москва», создавал РСН, делал «Вестиного ГТРК». Сергей был самым честным, самым прямым и, наверное, действительно самым одарённым телевизионщиком. Его блестящая карьера, его действительно настоящая телевизионная судьба началась с «Вестей». Дальше у нас Ельцин идёт, да? Дальше Ельцин, которого подтверждения пока нет, но в Одессе уверена, что он прилетит. Почти нигде не задерживался больше, чем на три года. Точно не был ни карьеристом, ни летуном. Он точно был бунтарём. Рвался навстречу от работы в СНН до членства в КПРФ. Меня лампула, телевидение, радио, интернет во всех его ипостасях. Под конец жизни активно действующий публицист. Ушёл очень рано. И, конечно, совершенно очевидно, что пика не достиг. Он бы ещё продолжал расти. Он пользовался широким таким набором, который многим у нас в журналистике сегодня неведом. Это из старой журналистики. Сарказм. Ирония. Сергей был очень ироничен к себе. Он был ироничен к жизни в принципе. И к себе особенно. Он никогда не воспринимал себя как какой-то столб, какой-то монумент. Он очень был хорошим другом. Он очень хорошо разбирался в людях. Господи. Он неплохо разбирался в себе. В свои почти 60 оставаясь бунтарём. Иронично именующим себя то Растрига, то пастушок. Больше 40 километров в час вообще адски холодно. Но я езжу скорее за упрямство. Я такой впертый. Он делал то, что считал правильно. Дерзко, на грани, как чувствовал. Его вынесло навстречку. И от этого символизма мурашки по коже. Сергей Доренко простился, как всегда. Неожиданно. Всего вам доброго. Илья Коновин, Максим Щепилов. Вести. А ну давай балет! Есть балет, товарищ командир! Лебединое озеро! Держитесь! Т-34. Учись, пози-мода! 9 мая в 21.00 на канале Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова